Сегодня в преддверии Дня Победы в Доме правительства отметили многолетний труд представителей разных профессий. Репортаж Артур Амхце. Педагоги, экологи, стражи порядка, представители средств массовой информации и многие другие. В этот день Доме правительства Республики почётными грамотами Народного собрания был отмечен многолетний труд нескольких десятков профессионалов своего дела. Шеф-редактор видеотеки ГТРК Карачао-Черкесия Мадина Ионова в числе тех, чей вклад в ту или иную сферу деятельности оценён региональным парламентом. На телевидении она работает около 30 лет. Во многом, благодаря её знанию всего видеоархива, нередко для зрителей удаётся воспроизвести то, что случилось давным-давно. За видимым трудом наших коллег-журналистов кроется очень кропотливый труд многих сотрудников телекомпании, которых даже фамилии не звучат в титрах. И благодаря таким сотрудникам, наверное, в том числе и я, наверное, и состоит сила нашего телевидения. Наши ребята, коллеги, журналисты пишут историю в течение 30 лет, историю Карачаева-Черкесии. А мы, а я точнее, я её пытаюсь сохранить. Я очень скрупулёзно отношусь к каждому кадру, когда пытаемся выбрать для какой-то передачи. Также для сохранения нашей истории, о наших замечательных людях, о вехах нашей Карачаева-Черкесии. Около трёх лет назад, при непосредственном участии суперфиналиста конкурса «Лидеры России» Ахмата Апакова, в Карачаево-Черкесии появился Центр управления региона. Сейчас через его коллектив проходит подавляющее количество вопросов, интересующих население республики. И многие из них впоследствии удаётся решить. Безусловно, это очень приятно, получить такую награду от Народного собрания Карачаева-Черкесии. Но я бы хотел отметить, что эта заслуга не моя, а в первую очередь всего нашего коллектива, всех наших коллег из администрации, главы правительства. Это совместный труд, за который, к счастью для меня, наградили меня. Вы своим трудом доказываете и подрастающему поколению, и всем тем, кто вас знает, что надо любить республику, надо быть патриотом своей малой родины, большой родины. И сегодня в это непростое время мы, как никогда, должны быть вместе, должны быть едины.